всем здарова ребят ну что говорил я недавно что я сделаю такой видосик по поводу локаций которые стоит фармить не стоит фармить знаю можно назвать это топ локации для фарма что осталось битве замков что нужно фармить что не нужно фармить потому что у меня есть бездонатный аккаунт на немки которые сейчас принципе более-менее так формы прокачиваю и я прекрасно понимаю что трата времени ну по сути себя не оправдывает на некоторых локациях причем уже давным-давно многие из локаций у просто бессмысленные из-за того что нам дают халявные плюхи которые в разы превышают то что мы получаем в общем поехали будем по порядку ну рейды золото мана это для прокачки это как святое знаете без этой локации вы будете очень долго прокачивать героев потому что на золото мана они на некоторых серваках даются в принципе нормально пакетах на большинстве случаев как для меня самый большой головняк это на бездонате рейды потому что когда у тебя нету хороших героев ты паришься над тем как бы побырику нафармить золотой ман то есть ну это я беру за локацию эта локация актуальна одна локация подземки но подземки в один раз прошли и в принципе все потом вы будете все просто фармить пропусками но зайти там по сути вот про щелкать тогда за день 20-30 раз у кого сколько их зависимости от прокачки питомцев это в принципе не проблема за заодно и дополнительно еще получить плюхи для шарика считаем это тоже это тоже считаем по сути плюсом то есть эта локация которую ну можно и нужно фармить потому что вы будете получать хоть какие-то плюхи две локации у нас есть поехали дальше гильдийские локации способ ну что вы в итоге здесь получите вы получите там по сути либо ордена либо это но я не знаю напишите в коментах кто эту локацию еще фармит если такие люди кто фармит гильдийских боссов а по крайней мере я уже наверно больше года а то и наверно больше просто сюда даже не захожу то же самая локация с факелами на русском сервере у нас в этом в телеграм-канале кто-то писал был вот недавно говно факела я мы долго угорали конечно но как по мне эта локация тоже уже бесполезно почему бесполезно но потому что по крайней мере эти плюхи себя тоже не оправдывают нету смысла там ждать выжидать нападает это не о чем вот реально это не о чем битва гильдий битва гильдий вы здесь получаете кулаки которые себя тоже не оправдывают по сути из-за этого многие забили на битву гильдий а единственное что здесь вы получаете сердца для фарма той же самой диска гильдийского магазина которым вы можете получить там но я не знаю сколько там три или около пяти тысяч дают я не помню даже уже сколько у меня на мои сели в общем поехали посмотрим вот у меня угол нифига себе 234 тысячи ребята то я тут могу в принципе все скупить хотя доха какое все карты вот получается 5 карт в день по 30 тысяч ну 7 карты могу купить там 8 карт почти ну саны как видите 234 камешка по сути это ни о чем вы заходите вот 2034 камня да я фармлю я не знаю сколько я там фармлю уже это количество сколько я закинул гильдию до 400 лямов кавишек у меня не было куда девать слизняков их надо было продавать на кашки была возможность но в общем да там рунки какие-то получить опять же цены 36 тысяч 36 тысяч ребят заходите вы просто в локацию это у меня я не знаю сколько там месяцев я ничего не покупал может даже наверное вот на фармилась столько заходим вот в карточку сюда вот у вас за один заходик 200 вот можно камешков получить да понятно это дополнительно но блин я думаю что многие из вас я по крайней мере у себя два или три раза заходил я камней 600 зафармил здесь без проблем то есть тоже по сути не актуально бессмысленно этот обмен битва гильдии соответственно тоже нафиг не нужна форты тут даже нечего рассказывать помимо того что они все никак не уберут баги и оптимизацию не переделывают героев ну то есть нихрена не делают получать раз две недели за час выделить времени и получить за это там сколько 1200 лучше ну 1500 кулаков вы получите плюс еще какие-то плюхи плюс опять те же самые сердца ну по сути тоже ни о чем согласитесь это надо целый час отбегать или просто в один если там захотите зафармить там надо гильдия многие просто из-за этого нифига не могут сделать новая локация тут тоже без комментариев то ты что неужели они сделали что можно видеть все не все-таки не все клетки или все клетки видно уже не все клетки видны ничего себе наконец-то они что-то хоть пофиксили но по крайней мере здесь видно уже клетки это я здесь в общем это такое попробуй попробуй еще вернись домой попробуй найти клетки короче ладно фармиться дай фармиться это эта локация посмотрим кстати я таки не посмотрел принципе локация новая они не будем там тут дают 6000 самоцветов при нормальном гильдейском управлении можно это без проблем получить того же прошло время тут знают еще 600 тут два это больше гильдейская пока не будем об этой локации оставим на сторонку пока с того что есть это рейды подземки кильдейские локации все нафиг убиты поехали дальше экспедиция у я честно говоря хоть здесь и плюхи поменяли да здесь можно получить кулаки потратить на это время но в принципе скажем так плюс здесь можно пофармить можно быстро это все сделать без проблем то есть это неплохая локация для фарма для новичка однозначно там выделить 5 минут в день чтобы зафармить это опять же при условии что у вас есть хорошие герои если у вас их нету то нифига не получится это можно сделать пусть будет плюсом дальше следующее руины по моему пустынные руины если я не ошибаюсь по плюхам осколками можно дособирать хороший в принципе героя поменяли принципе как бы и плюс но опять же учитывая то количество времени которое вы потеряете на эту локацию я бы не сказал что есть смысл вот фармить это мобильная все-таки игра ну пусть будет тоже плюс это плюс для тех кто там новичок это здесь такие шансы что ну так чтобы вы понимали мы сейчас забежим посмотрим с такими шансами ну я не знаю зайдем ради интереса просто посмотрим да плюхи здесь принципе падают с кем-то мелким у нас тут драйк все за решает с персом самое главное чтобы без включился все никак не включится ну вот опять смотрите по времени сколько теряется время ну конечно можно другие герои взять а здесь уже поменяли с первого сразу же в нифига себе блин я помню что по этажам фармили не это однозначно плюс честно скажу я такого не ожидал есть смысл то дофармить эти руины если так дают осколки то это однозначно плюс ребята сразу же за первый этот тогда не все так плохо да сразу же дают ну вот посмотрите какие плюхи здесь 9400 кг шаг дают нас какие могут быть какие нафиг могут быть вот 800 кг шаг я получил дальше за этот какой может быть фарм давайте еще попробуем тех же самых этих флагов флаги или каких-то меня не помню уже каких называют пакела флаги говорю какие нафиг могут быть факела реально кого мы там так долго получили разгон не можем убить ну смотрите слизни однозначно плюс ребят однозначно плюс тут я вот честно говоря офигел что так поменялись плюхи я просто давно не забегал вот все опять же из-за того что локации старенькая архидемон бессмысленно заходить ну вот можно плюшки там по сдавать получить какие-то плюхи но вы все равно итоге получить больше плюс чем отсюда если посмотреть там 3 за первое место 5 и 6 но на первое место попробуй попади еще это кому как повезет здесь опять же сундуки плюхи как по мне ни о чем но это такое это там раз в неделю в две принципе можно и формануть дальше 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 поехали дальше это локация ну по моему вообще бессмысленно тут такие плюхи что ноуты за вот эти вот тут даже никто по сути не фармит тут за эти плюхи ну нету смысла даже сюда заходить как и в большинстве локации эти кулаки кашки 2550 но это просто ни о чем это столько времени кстати занимает даже все не представляете лабиринт однозначно нет во первых усиление непонятным образом сделаны для без доната возможно есть смысл там у кого огня проблема но есть куча других вариантов сейчас собрать трата времени я до 50 это же раньше доходил по максималке проходил 4 часа и вообще просто никуда шансы вообще никакие за пределе единственная локация наверное из последних которую есть смысл фармить на это у нас к башка к башку фармить надо по-любому потому что там плюки хорошие дают сейчас к башка да там подель выделить 15-20 минут до лабиринт я сказал за пределе у нас сегодня еще вторник есть за пределе у нас есть все зависит от вашей силы показывал куча возможностей до фармить есть то есть две локации три локации вот здесь до 2 с них можно фармить здесь этих локаций которые мы посмотрели ну тут я не знаю райды единственное пустошь меня удивило то что там осколки падают поехали дальше что у нас еще есть интересного а волны там и прочее но это один раз за фармили все командные подземки ну я не знаю я по крайней мере забил на эти плюки которые здесь падают но это вообще ни о чем тратить кучу времени собирать тиммейтов но нету смысла сейчас дают у тебя зайдем сейчас кстати на немку это еще не все локации вам показал есть куча других там смотрители прочие линии обороны которую добавили ну это все столько времени занимает реально это можно целый день просто сидеть и тупо фармить 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 в итоге ты просто прекрасно понимаешь ты заходишь на нем куда вот я сегодня показывал марки да я захожу накопить 1100 самоцветов можно за день я получаю дофигищи плюх захожу сюда получаю дофигищи сундуков с которых падают плюшки но в десятки раз круче от того что я буду целый день фармить то есть вот в чем разница я вам не показываю там как типа вот переходите на немку не зазывая ну просто сам смысл что локации уже давным-давно себя не оправдывают нету смысла фармить как раньше те кулаки блин раньше столько кулаков собрать вау миллион кулаков это было просто бомба сейчас на это все смотришь надо просто дичь даже самая арена а мышь не все еще арена но здесь арену есть смысл фармить потому что здесь дают зато плюхи для обмена опять же вот это единственный вариант когда арена фармится усиленно причем всеми потому что здесь плюхи для обмена на немки у нас действительно бомбически все остальные варианты нету смысла и фармить она никакая забытая битва тот же самый вариант вы получаете там каких-то в итоге тысячу кулаков если раньше это было очень круто сейчас это вообще ни о чем и у тебя на каждой локации по 10 20 30 тысяч кулаков можно получить на халяву то есть по сути сегодня вот эти все локации они просто тупо не актуальны куплю убитые сама задумка как бы интересно но плюхи себя не оправдывают нету смысла тратить там 5-6 часов в день на фарм этого если ты это можешь получить бесплатно там в конце месяца да там за вход да если его фармить и получать это как бы больше плюх но битва замка уже давным давно не та которая была раньше да нету столько людей нету азарта какого-то и убили и вот это вот люди которые нам дают халявные они намного круче нежели то что идет локациях соответственно геймплей полностью не актуален то есть для того чтобы сегодня скажем так нормально играть в игру надо просто зайти на хороший сервер и не париться просто зашел собрал халяву зафармил какие-то локации соответственно у тебя пропадает интерес к игре потому что ты ни хрена не делаешь ты ни хрена не фармишь нету смысла в этом парме вот поэтому что я хотел вам в этом видео показать что на сегодня локации которые фармятся ну реально просто тупо нет ну по крайней мере у меня возможно из-за того что я донат мне это не интересно но я больше чем уверен что 80 процентов те кто играет уже давным давно на большинство локаций просто забили вот напишите в коментах мне интересно кто какие локации фармит на сегодня вот именно все которые актуальны ну я не говорю вот про этот вариант допустим такой вариант что зайти забрать плюхи потому что там халява именно каждый день кто ходит там на пустошь хаоса на лаву там ну то есть адский саммит я еще край про них тоже там не рассказал ну то есть такие локации тоже есть вот кто это все фармит я не знаю я сомневаюсь что кто-то как раньше мы фармили сейчас фармит продолжает фармить точно так же как это было раньше то есть каждую локацию ты заходишь все фармишь под 0 для того эту битву гильдии пройти атаку фартов больше чем уверен что многие на это забили в принципе понятно почему в общем пишите в комментарии кто что фармит возможно я какие-то локации забыл я просто уже давным-давно я же говорю как пустынные руины эти я давно уже не заходил вот только что посмотрел и честно скажу это реально кайф есть смысл есть смысл фармить плюхи в принципе довольно таки неплохие даже забежим здесь потому что есть возможность собрать но если повезет а повезет вам если вы будете сливать самоцвета чтобы открыть все плюхи если повезет можно собрать недостающий каких-то осколки героя в общем пишите комменты ставьте лайки сейчас попробуем ждите новые видосики всем удачи всем пока я друдить брауал побежал потому что надо апаться ну нормально смотрите два слизня этот все гуд реально есть смысл фармить даже все всем удачи всем пока